Пошли, 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 пошли. Смотри на зеленый цвет. Светофор сломался, Баба Яга не может перейти дорогу. Дети спешат на помощь в какой-то момент, и взрослые подключаются спасать колдунью. Все конкурсы проходят в игровой форме. Это профилактическая акция Одинцовской госавтоинспекции, совместная с 10-м батальоном 1-го полка ДПС. Детям очень понравилось. Они увлеклись и включились сразу. Это было интересно, потому что это было в виде сказки. У нас пострадала Баба Яга, которая не знала, как переходить. Поэтому подсказали ей. И дети, я думаю, что с помощью именно сказки, они быстрее запоминают это все. Как правильно переходить дорогу и что обозначают те или иные знаки дорожного движения, они точно запомнили. Красочные плакаты помогают лучше закрепить полученные знания. Также у ребят появился шанс попробовать себя в роли инспектора дорожной службы, изучив, что находится внутри патрульных машин. Мы с ними повторили правила пешехода. У нас был регулировщик, даже жесты регулировщика повторили. Ребята, конечно, запомнили. Они все сами потом показали. Ну, вы же видели, что все показано. Они правильно переходят дорогу. Они узнали, что есть двухглазый светофор, а есть трехглазый. Что трехглазый для машин, двухглазый для пешеходов. Время проведения акции выбрано не случайно. 3 июля в России отмечается профессиональный праздник работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Именно они поддерживают порядок на дорогах, следят за соблюдением скоростного режима. Здесь я тебя останавливаю и спрашиваю, как ты проехала? Разве можно ехать по пешеходному переходу на самокате? Расскажи правила дорожного движения. Самоката надо спешиться и перейти дорогу пешком. Эта тема актуальна как никогда. Ведь катаясь летом на самокатах, нужно помнить о правилах дорожного движения. После акции юные участники с удовольствием делились впечатлениями. Организаторы уверены, подобные мероприятия позволят обезопасить жизнь и здоровье детей.